Ну что ж, эту тему более подробно обсудим с нашим следующим гостем. С нами на прямой связи Андерс Аслунд, это шведский экономист и дипломант. Андерс, рады приветствовать, здравствуйте. Добрый день. Андерс, давайте начнем с темы Рамштайна, военного Рамштайна, потому что в последнее время появилось несколько таких аналогов Рамштайна, как экономический, так и энергетический. Буквально коротко информацию о Рамштайне. Украина получит помощь на общую сумму более чем 700 миллионов долларов, боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, установок РСЗУ. Чуть позже мы расскажем нашим зрителям, напомним точнее и детальнее, что это за оружие конкретно. Вы знаете, конечный стейтмент G20 после саммита называли довольно мягким. Вот это собрание на базе военной в Германии можно считать равнозначным ответом агрессии Российской Федерации против Украины на данный момент, на середину ноября. Да, я думаю, что это отличная организация Рамштайн. Ну, конечно, это неформально, но в основном это организация, что встречаются министры обороны 50 стран каждый месяц. И они обсуждают, что нужно Украине сейчас и что мы можем передать. Это значит хорошая координация. Это тоже значит, что все страны, которые включаются в это сотрудничество, действительно содействуют. Я считаю, что надо это было делать, как вы пометнули, тоже по поводу бунтетной поддержки. К сожалению, это не случилось до сих пор. И если вы это имеете в виду, я думаю, что надо иметь тоже экономический Рамштайн. Андрес, ну, все-таки буквально уточнение короткое. Опять я вернусь, наверное, к общему заявлению от G20. Почему, по вашему мнению, в плане политических заявлений, вот такие государства, топовые экономики всего мира, они относительно мягко говорят агрессии России против Украины, но в то же время участвуют вот настолько сильно в таком формате, как Рамштайн. Почему в таких стейтментах после G20 более радикально ничего не говорится? Либо же просто это не значит, не имеет такого большого значения, как непосредственно военная помощь? Ну, это совсем разные группы стран. Что в Рамштайне это только западные страны, и в 20-ке, или как сейчас говорят, в 19-ке, там всякие другие страны, и особенно Китай, который даже не хочет сказать, что это война, что Россия ведет в Украине. Что надо просто организовать западные страны, чтобы они дают поддержку. В основном, я думаю, это под крышей Семьорки, потому что там, скажем, главные три группы — это Европейский Союз, США, Великой Британии, Японии и Канада. Это главные страны или группы, которые должны поддерживать Украину. И что мы видели в этом году, это что Америка дала полтора миллиарда долларов в месяц, вторую половину этого года, но Европейский Союз не дал все эти деньги, которые они обещали. И сейчас есть сомнения здесь, в Вашингтоне, будет ли Европейский Союз дать деньги, которые обнижали, и будут ли они это вовремя делать. О чем мы говорим сейчас, это 18 миллиардов долларов из США, и 18 миллиардов долларов из Европейского Союза, которые обе стороны должны платить с начала года. и тоже Великой Британии, Канада и Японии должны доложить деньги к этому, чтобы Украина получила, скажем, 4 миллиарда долларов в поддержке будет каждый месяц в следующем году. Смотрите, если подытожить, вот то, с чего мы начинали, как раз эфир, то, о чем сказал Лой Тостин, что участники договорились предоставить Украине, если говорить за Испанию, две пусковые установки ХАУК и ракеты, Канада 500 миллионов долларов помощи и зимнюю кипровку, Польша передаст ПВО ближнего радиуса действия, артиллерию и боеприпасы, Германия предоставит помощь с боеприпасами для ПВО, артиллерии и установок реактивных систем залпового огня. То есть, по факту, список, на самом деле, огромный. Это огромная помощь. Но мы это постоянно видим, вот уже на протяжении 9 месяцев понемногу. Скажите, пожалуйста, в чем сложность вот таких вот, ну, я не знаю, я не эксперт, может быть, это наоборот, очень быстрое реагирование на проблему, но уже как 9 месяцев офис президента Владимир Зеленский, Андрей Ермак, они публично просят о помощи западные страны и более быстрее предоставить ПВО, истребители, вертолеты. То есть, все, что нужно для, а, защиты украинского неба, б, скорейшего восстановления территориальной целостности. В чем самая большая проблема в предоставлении нужного вооружения? Ну, извините, там много проблем. Первое, это когда решили, чтобы дать украине оружие. Ну, конечно, США и Англия очень рано и сильно поддерживали Украину. Но потом вопрос, с какими оружиями. И там есть вопрос, ну, что случается, когда Россия овладеет это оружие, что они будут делать с этим, что они хотели дать всякое оружие из этого. И потом вопрос, ну, тогда Украина имеет ракеты, что они будут делать с этим ракетом, и будут ли они атаковать Россию. И уже не говоря о Москве, что это другой вопрос. И потом всякие страны считали, что им надо иметь свои оружия дома. Но Эстония и Латвия, удивительно, они дали 1% ВМП, оружие Украины. Что это, как доля своей экономики, они больше всего дали. И потом Польша. Независимо от того, что больше оружия дали, конечно, первые США, и потом Англия. Потом есть вопрос, есть ли лицензии на это. И сейчас очень странный вопрос, что Германия имела очень мало амуниции, очень мало бомб для своей артиллерии. и куда они должны получить лицензию. И за Швейцарию. И Швейцарию два раза сказали, что мы не дадим, потому что мы не продадим оружие, или доставим оружие, где есть война. И до сих пор это не изменили. И потом вопрос о том, что в самом деле очень мало на складах в Европе. что это сократили защиту обороны всех стран в Европе практически из-за того, что они не имеют много оружия передачи. Но вы видите, там много причин. И для каждой страны свои проблемы. В свою очередь также на следующей неделе Украина получит от Евросоюза 2,5 миллиарда европомощи. И еще полмиллиарда будут направлены в декабре. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Добровскис. По его словам, остальные 3 миллиарда предусмотрены программой макрофинансовой помощи на этот год и будут переданы уже в 2023 году. На самом деле, речь идет о финансовой помощи в огромных цифрах, в огромных количествах. Конечно же, мы видим и помощь от Европейского Союза, помощь от Соединенных Штатов Америки. Объясните, пожалуйста, насколько это огромный удар по экономикам стран Европейского Союза, странам, стране США, Соединенным Штатам Америки. Ведь, ну, искусственный кризис создает Российская Федерация. Но готов ли мир перейти на вот эти военные рельсы в плане финансовой помощи Украине, чтобы победить российскую агрессию? Ну, конечно, это в сумме достаточно маленькие суммы по сравнению европейской или американской экономики. Что в сумме американская и европейская экономики, это приблизительно 40 тысяч миллиардов долларов. И тогда передать 3 миллиарда долларов в месяц. Это небольшие деньги. Но, с другой стороны, если вы смотрите на то, что США до сих пор обещал Украине в этом году, это что Конгресс обещал, это 66 миллиардов долларов. Это большие деньги. Это именно столько, как официальный бюджет обороны России. Это совсем зависит от того, как вы смотрите на эти деньги. что мне важно, это что Украина получит в принципе почти 5 миллиардов долларов в месяц в этом году. Это значит 60 миллиардов долларов в этом году. И как правительство считает, надо 38 миллиардов долларов в следующем году. Это только для бюджета. Кроме этого, есть инвестиционные кредиты, гуманитарная помощь. И конечно самое главное это военная помощь. Что мы обсуждаем здесь четыре разные цели и этот бюджет считается разным. И что я хотел бы видеть, это что США и Европейский Союз действительно координируют свои финансы сейчас, чтобы они дают вместе 3 миллиарда в месяц в следующем Господин Асланд, очень важное уточнение. Как вы знаете, российская пропаганда в своих месседжах очень часто говорит о том, что европейцы непосредственно платят, как и американцы, платят за каждый евро, каждый евроцент, который отправляется на помощь Украине. Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале недавно такую информацию опубликовала о том, что якобы немцы сейчас более активнее прислушиваются к российской пропаганде, к Russia Today, слушают там как раз вот эти вот нарративы о том, что вы, европейцы, непосредственно платите из своего кармана, в то время как у вас растет в еврозоне до 10,7% инфляция выросла. Блумберг говорил об этом, если не ошибаюсь, память, не ошибаюсь, буквально неделю тому назад. То есть на самом ли деле как американцы, так и европейцы платят, вот инфляция это проблема из-за того, что они Украине передают деньги, и цены в магазинах связаны историей, и с бензином такая же история. Насколько это связанные вещи? Ну, как вы почти сказали, это, конечно, никакой связи, потому что это неличь, когда мы это сравниваем, что немецкая экономика это 3000 миллиардов долларов, и сколько помощи Украины от Германии, ну, это более-менее миллиарда долларов, что это только очень маленькая доля экономики, что это не может влиять никакому способу немецкую экономику. Как всегда, как Маргарита Симоньяна говорит, это ложь и пропаганда, и практически никогда никакой правды там не находится. Андерс, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что шведский экономист и дипломат Андерс Аслан был на прямой связи с нашей студией, говорили о том, как мир сейчас поддерживает Украину и в финансовом, и в военном плане.